Сломанные ветки, вырванные с корнем деревья и лужи размером с маленькие озера. Все это березняковцы могли лицезреть сегодняшним утром, выходя на работу. Из-за урагана, который прошел накануне вечером и продолжался всю ночь, пострадали многие жители Березняковского округа. Так у Соли, Романова и Пыскара еще несколько населенных пунктов остались без электричества из-за порывов проводов. К слову, энергетики отреагировали на ЧС оперативно и ночью начали восстанавливать сети. Администрация Березняков привлекла в помощь службы из Соликамска, Чердани и Нырова. И уже утром электричество было восстановлено. Ливень прошел, конечно, сильный и не везде этот поток воды моментально ушел. Где-то были и застои кратковременные, но по состоянию на ночь уже подтопления нигде никаких не было. Все в штатном режиме сработало. Были проблемы с наружным освещением, но тоже это все в рабочем режиме устраняется. Там где-то залило, где-то веткой захлестнуло провода. Но это все устранено. Для Пермского края такой ураган не в новинку. Как нам рассказал ведущий специалист ГИС-центра ПГНУ Андрей Шихов, больше всего досталось от дождя Юрле. Там прошел сильный шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. В косе выпал град диаметром около 15 миллиметров. А вот больше всего осадков выпало в Березняках 20 миллиметров. Это почти месячная норма. Такое опасное атмосферное явление произошло из-за столкновения воздушных масс. Теплый воздух вытеснил холодный. В соцсетях березняковцы утром начали делиться видео рек на дорогах. Была затоплена улица Карла Маркса, Ленина и Свердлова. К слову, на последний вода поднялась настолько, что добралась до подъездов. Ввиду того, что асфальтового покрытия как таковое здесь уже отсутствует со временем, то есть оно износилось, поэтому его необходимо восстановить в рамках программы. Поэтому здесь скапливаются осадки. Отмечу, что на левом берегу последствий меньше, чем на правом. Вчера вечером любимовцы делились кадрами летающих зонтов и стройматериалов. А в одном из новостроек потекла крыша, намокли стены и встал грузовой лифт. Потоп случился и в ТЦУ Сольский. Не справилась ливневая канализация и вода ушла прямо в магазин. Адвокат Сергей Кондратьев в таких случаях советует все фиксировать сразу. Любой ущерб, независимо, там, ливневка или не ливневка, возмещает причинитель. Вот причинитель, да, ведь вред может умышленно или неумышленно, да, то есть от каких-то действий, в том числе от бездействия. Поэтому, если это бездействие, опять же, администрации магазина или администрации вот этого центра, тогда ущерб должен возместить собственник этого торгового центра. Если это вина, опять же, коммунальных служб, то тогда ущерб должны они возместить, они должны возместить. То есть надо просто определиться, кто за это отвечает и почему он так плохо работает. К слову, синоптики прогнозируют, что сильные дожди и шквалистые ветра продолжатся и в эти выходные в северных районах края. Берегите себя. Валерия Галакова, Сергей Стерхов, Никита Игнатьев, Владимир Покровский. Наши новости.